Всем привет! Пришла с работы на обед. У меня сегодня будет рыбка жареная с капустой цветной. Вот сейчас я поставлю сковородку, масло, рыбу, немного, смотрю какую сковороду взять и пойду по уберу белье у нас как-то пасмурно. Сейчас вам покажу. Это как будто дождик что ли пойдет. Непонятно, в общем, что это. Такие дела. Пообедаю и побегу опять на работку. Работать, работать, деньги забабахивать. Ой, холодно. Ветер дует. Тут, конечно, не видно. У нас же крыша. Сделали крышу, а дождя нет. Зато до крыши лил. Мне тут кое-что подшить надо. Вот тут, видите, вот распоролась. Если мне даст этот посмотреть. И вот на этот тоже самое буду. Пока сериальчик посмотрю, заодно подошью. Как говорится, приятный с полезным совмещу. Это об отношении кошки. и собаки. Вот так вот Чарли любит кошек. Чарли, она тебе мешает? Ой, вид вам показать. Море у нас какое. А, в принципе, сейчас пойдем гулять. Ой, ой, ой. Бам. Ясно. Хороший такой котик, а он на него гавкает. Чертненький. У меня такой же был, когда в России жила. Ну, никогда жила. Училась. У меня был такой же черный кот. Кошка. Красивая, но такой характер у нее был. Мама, не горюй. Так не любила на руках быть. А я так люблю потискать. Вот, потом я уехала в Москву и кошку отвезла бабушке с дедушкой. Бабушку с дедушкой так любили. Такая хорошая. У нее потом детки тоже были. Вот. Ну, потом все. Она свое отжила. Сейчас, кстати, ехала. У меня на... У нас дороги все. Там одна улица, туда движение. И эта улица, туда движение. Еду вот по той улице. И мне навстречу машина. Здрасте, приехали. Пришлось как-то раз это расходиться. Ну, вернее, это не мои проблемы. Я встала на своей, как говорится, полосе. А уж он пускай ищет сам выходы. Ну, там мы разошлись кое-как. В общем, там, представляете, едешь, едешь, а навстречу тебе машина. И все. Что это тут? Столы стоят. Не столы, а стулья. А столы где сушат. Может быть, их помыли. У нас тут ресторан. Это у нас магазин. Чарли, бей, надо два? Все, он сам себе хозяин. Пошел, гуляет. А мы на работу. Сейчас поработаю немножечко. А, надо машинку поставить, стирать с полотенцем. Там набралось все. После обеда не люблю так работать. Ой. Ну, а что делать? Не мы такая жизнь такие. Не мы такие. Жизнь такие. Да. Ой. Закроемся. Мало ли тут дураков всяких. Так, ладно. Все. Работаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Субтитры создавал DimaTorzok С моря дует ледяной ветер пронизывающий. Хорошо, что я себе повязала шарф. Ну, не шарф, это платок пуховый. У бабушек в метро покупала в Москве. Ни капельки не жалею об этом. Он такой теплый. Прямо, правда, уж и мезнат. Там что-то делают непонятное. Облагораживают, что ли, тростниковыми или вырубают. В общем, непонятно, что там делают. У нас вот так вот, типа, пасмурно, не пасмурно, непонятно что. Вроде на завтраках на ночь дождь передавали, но по-живому, видимо, еще какие-то большие собаки гуляют без привязи. Ну, мы будем надеяться, что они добрые. И где-то вдалеке там слышу овечек. Причем слышу не только ушами, но и носиком. Пахнут они своеобразно. Слышите колокольчик? А, так это пастор, пастух. У него нормальные собаки. Вон он, он стоит с собаками. Мы его уже такого видели. Видите, он стоит с этой, с палочкой, что-то жует, солому какую-то, может быть, кушать хочет. А тут вот что-то делают, тоже непонятно, видите. Видите, что-то тростник вырубают, может быть, куда-то. Потом они его прилепят. Овечки буквально прям вон там. И даже можно, наверное, взглядеть среди тростника. Видите? Вон они идут. Вот, у нас тут никакого зоопарка не надо, все есть. Что они, интересно, будут делать с ним. А еще у меня батарейка садится, но я, в принципе, сейчас два круга сделаю и поеду домой. У моря очень холодно, вообще прям ветер такой, а здесь нет. Куда-то он делся ветер. Мы только первый круг, поэтому, вы знаете, я всегда два делаю. Надо было, конечно, три, вон каждый круг полтора километра, по идее. Но потом уже темно и неохота. И домой хочется чаю горячего попить. Вот, и посидеть, что-нибудь посмотреть. Завтра суббота. Завтра я после обеда не работаю, а почему вы знаете об этом завтра? У нас что-то интересное намечается, по крайней мере, для нас. Будет опять праздник. Так, на что ни день, то праздник. А что? Жизнь, она одна. Проживать ее нужно так, как, как говорится, как можно лучше. Стремиться, по крайней мере, к этому не всегда получается, но, по крайней мере, стремиться. А унывать? Унывать мы будем потом. А что унывать-то? Все живы, все здоровы. Ну, не совсем живы. Ну, не совсем здоровы. Ну, не будем о грустном. Только, только позитив. Сейчас шла, гуляла и лазила в фотках своих старых. В инстаграм выложила одну фоточку. Кто не подписан, кстати, подписывайтесь. Там я с длинным волосом. И несколько килограммов побольше. Если точно сказать, 20 с лишним. Боже мой. Я казалась себе такой красивой, такой худенькой, стройненькой. В принципе, вроде бы ничего. Так что, если вы, кто подписан, скажите, понравилась я вам с длинными волосами. Ну, про килограммы не говорите. Вот. Это мой натуральный волос. Он у меня волнистый. Даже можно сказать, кудрявый. Вот. И цвет тоже, кстати, натуральный. Он у меня пшеничный. Так что, это в тему Оксана отпусти, отрасти волос. У меня был длинный волос. Буквально года два назад. До создания канала. Поэтому я не хочу длинный волос. Это как бы, не знаю. Но пока не хочу. Может быть. Все течет, все меняется. Но пока нет. Килограммы я тоже нажирать пока не хочу. Может быть, когда-нибудь и килограммы наем. Смотрите, какое небо красное. Блин, вам не видно. А видно, видите, какое красное? Замечательное, красивое. Так что подписываемся, подписываемся. Смотрим мои фоточки. И комментируем. Сейчас пошла посуду мыть. И перед тем, как поставить батарейку заряжаться. Знаете, что вспомнила? Мне часто приходит эта мысль. По теме смайликов. В сообщениях, в комментариях есть разные смайлики. Знаете, какого там не хватает? Вот такого. Потому что так иногда хочется отправить кому-нибудь. А кто-нибудь... Ой, что это? Кто-то там звонит. В общем, кому-то отправить хочется вот такой смайлик. Сейчас. В общем, про смайлик. Вот он мне сейчас был необходим. У меня... Я арендую свою парикмахерскую. Никак не могу договорить. Батарейка сила. Так вот. Хозяин здания, помещения, где я арендую, он инвалид. Но с деньгами. У них денег много. Он бы мог себе организовать. В общем, в Европе инвалид, это, как говорится, может жизнь вести такой же, как и все. Тем более с деньгами. Может и машину себе сделать нормальную, водить. И подъезд. В общем, все на свете. Но он не такой человек. Он предпочел запереться и сидеть дома, не вылази. Он уже ему лет 60. Вот. И с своими прибазонбасами. Ну, сами представьте. Сидит человек 24 часа в сутки в комнатушке 2 на 2. И не может не пошевелиться. Ну, у него он парализован, видимо. Ноги парализованы. В общем, сидит. И ему скучно бывает. И он мне начинает названивать. И задавать такие дурацкие вопросы. Обычно сейчас он мне позвонил. Он, наверное, решил позвонить. И решил мне повысить цену за арендуемое помещение. Да. Но у нас там такие места, что... Что, в общем, не за что поднимать цену. Если я уйду, и у него уже никто туда не зайдет, не будет никто работать. Я там... Ну, это мое хобби, как бы, да. Да, особо денег мне не приносит. Ну, и затрат никаких нету. Ну, то, что я работаю, то, как говорится, те затраты и на безделушки. И вот он мне намекал, что, типа, вот жизнь дорожает. Мне, типа, нерентабельно. Вроде бы как цену. Я говорю, слышишь, говорю, дорогой. У нас тут наверху за ту же цену, что я тебе плачу, можно снять, говорю, охеренную квартиру. Так что, я говорю, если тебе что-то не устраивает, ты мне так и скажи. Скажи, я закрываю. И все, типа, мне невыгодно. И все, я говорю, уйду. Он так подумал, да, я сейчас испугаюсь. Там действительно такое место, что... И так он еще спрашивает, а ты не думала, вот куда уехать в другой город? Такие вопросы задают дурацкие, которые его вообще совершенно не должны интересовать. Я говорю, вообще, я уже не выдержала. Он так минут 5-6 меня спрашивал. А куда, а что, а чуть ли не сколько я получаю в месяц. Я говорю, я уже не выдержала, говорю, на каком основании ты мне задаешь эти вопросы. Я, типа, имею право. Я говорю, какое право? Ты мне кто? Как ты... Ну, культурно все. Я говорю, ты кто, чтобы меня спрашивать, сколько я зарабатываю, как я зарабатываю, и выгодно мне или нет? Говорю, меня, говорю, муж ни то не спрашивает. А ты, я говорю, я тебе сейчас все расскажу, что ли, или что? Вот, ну, такой вот, такие вопросы дурацкие. Ну, я всегда его осаживаю. А какой у тебя интернет? А не выгоднее ли тебе мобильный интернет иметь? Я говорю, я опять его вожу на нужное русло. Я говорю, а тебе какая разница, какой у меня интернет вообще? Вот ему скучно, и он решил поговорить. Сначала он решил мне цену поднять. Ну, нам негде следить. Он уже пытался, знаете, пару месяцев цену поднять. Угу, не на ту, на пау. Я говорю, тут таких мест, как твоя, говорю, знаешь, сколько? Я говорю, завтра же перейду в другое помещение. И даже не успеешь окликнуться. В общем, вот такой вот. Так что смайлик вот этот вот, он очень нужен. Очень. Может быть, он есть, но я сколько раз искала, такого нет. Вот, а вам тоже, наверное, не хватает вот такого смайлика. Я вот себе здесь ужин сделала. Чай почти допила. Вишневый. И клубничку сейчас поем. И у меня сегодня будет банный день. Я сегодня буду масочки наносить на все части тела. И буду сегодня прихорашиваться. Дальше он как-то мулягся на одежде. Вот так вот поговорила с вами. Ну, вообще, он меня вывел. Я с ним 15 минут разговаривала. Ни о чем. Ни о чем. Цену он не решил. У него не рентабельно. Я говорю, ну, так если я уйду, тебе все равно... Типа, я налоги плачу. Я говорю, ну, если я уйду, ты их все равно будешь платить. Ты их все равно будешь платить. Просто сейчас ты их платишь за мой счет. А тогда ты будешь из твоего кармана платить. Ну, это все у него намек был на то, что он хотел мне повысить аренду. Сейчас. Ага. Тут, я думаю, понизить ее надо, а не повесить. Я говорю, какую ты мне собрался аренду, говорю. Тут вы мне что сдали? Ты видел, чего ты мне сдали? Говорю, и сейчас опять ремонт надо делать. Я его за свой счет буду делать. А по идее арендаторы сами делают. В общем, такие вот пироги. А вы что думаете по этому поводу? Кто прав? Ладно. Подписывайтесь, чтобы увидеть завтра, что же мы там придумали. Вернее, мы ничего не придумали. Придумали все за нас. Всего вам самого наилучшего. Не нервничайте. Будьте спокойны. Но иногда жизнь прямо сама вот так подковыривайте. Но мы это пройдем. И все у нас будет в ажуре. Да, Чарли? Все у нас будет классно? Ты спал, спал. Тебе проснулся, да? Так что все, друзья. Всем пока-пока и до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.